Здравствуйте, Рита Асхатовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. У нас сегодня замечательный повод для встречи. К вашим многочисленным наградам прибавилась еще одна награда. Вам присвоили звание почетного работника в сфере образования Российской Федерации, с чем я вас, конечно, поздравляю. Мне бы хотелось узнать, что для вас эта награда? Большая ответственность. Я думаю, меня оценили за мой труд. Проработав 42 года, я поняла, что я истинный учитель. Рита Асхатовна, ваш педагогический стаж, как вы уже сказали, 42 года. Это очень большой срок. И все-таки, каков был ваш профессиональный путь? С чего он начинался? Как вы стали, как вы решили стать педагогом? Вы знаете, когда я училась в средней школе, в Новодюгутинской средней школе, к нам прибыла молодая девушка со знанием иностранного языка, с немецким языком. После того, как она начала преподавать у нас этот предмет, у нас, у многих детей появилась любовь к изучению иностранного языка. И я себе сказала, после восьмого класса буду изучать иностранный язык и буду поступать после десятого класса в институт в городе Пятигорске на факультет иностранного языка. Моя мечта сбылась. О чем вы думали по дороге на свое первое занятие? Вы знаете, когда я вернулась в ту же школу по направлению с Министерства образования Карачаева-Черкесской автономной области в то время, я испугалась. Молодой специалист, 21 год, девчонка, как я буду старшеклассником преподавать иностранный язык, быть учителем. Чуть-чуть я так испугалась, но взяла себя в руки, решила, что я, наверное, учитель. Я должна вести себя как взрослый человек. Ну вот, первый урок мне прошел, конечно, неплохо. Я думаю, что ученики, молодежь принимают всегда молодого специалиста на ура. Ну, вот так мой первый день прошел на Вадигутинской средней школе. Не успела прийти, мне дали класс там. Вот, и так завертелась моя педагогическая деятельность молодым специалистом в данной школе. Педагог, на мой взгляд, это всегда призвание, и это очень нелегкий труд. Не каждый человек может быть педагогом. Что вы считаете основой своей профессии? Вы знаете, я тоже поддерживаю вас, что не все могут стать педагогами, учителями данной профессии. Если ты не будешь любить ребенка, если ты не будешь понимать психологию человека, если ты не сможешь в большом коллективе, не стоит вообще браться за педагогическую деятельность. Педагог, мы всегда говорим, свыше. Ну, до сих пор мы, в моем понимании, педагог должен быть педагогом. Если у тебя не получается, ты должен бросить эту работу, идти уже на другую профессию. Без любви к детям, без любви к своему предмету невозможно стать хорошим учителем. Рита Асхатовна, в нынешнее время, в век технологий, конечно, как приобщить детей к учебе, как заинтересовать их вообще учиться? Вы знаете, очень много форм и методов, чтобы привлечь ребенка. Ну, вот с 2002-2004, со второго класса изучают. Это малыши. Нам приходилось, как старшее уже поколение, со стажем там, учителя, каким образом привить ребенка, научить буквам, научить иностранному языку. Так как дети на одном языке, дома свой родной язык, и плюс третий предмет, это иностранный или немецкий, или английский язык. Приходилось выбирать разные методы, формы работы. Покупать игрушки, приобретать разные лоту, цветную бумагу, зверюшек. Тогда еще не было технологий, как сейчас, да, не было интернета. Но мы сами со своего, как говорится, со своих уст начинали говорить детям, что вот это слово так переводится, это слово так говорится. Давайте послушаем. На магнитофоне тогда у нас магнитофоны были, пластинки были. Но потом все это ушло куда, не знаю, конечно. А сейчас как быть? Вот как заинтересовать? А сейчас по школам век, как мы говорим, технологий, инновационных технологий. К каждому кабинету выделяется компьютер, проектор. Ну, мы учителя сами приобретаем к урокам или скачиваем, или приобретаем диски к урокам, скачиваем песни. В советских времен еще остался у нас каталог всех принадлежностей, которые мы можем использовать. Но, исходя из того, что совсем другой век, все равно технологии, дети хотят работать, посмотреть в телефон, заглянуть, как читается это слово.